Привет всем, это Алисио, надеюсь, у вас все в порядке. В этом видео я хочу с вами поговорить о графике фондовых рынков, и особенно об этом недавнем пробое и наблюдаемом на S&P 500 ралли, особенно после выборов. И, например, вот об этом графике я хочу вам объяснить всю его важность, а еще о важности и значении вот этого графика. И поверьте мне, это будет зачаровывающее объяснение, потому что я объясню, как высоко рынки могут уйти в последующие месяцы, к 25-му году. Так что мы начинаем, а вы присоединяйтесь. Друзья, с возвращением. И раз фонда достигла 6 тысяч, то за последующие несколько минут я объясню важность и значение этого графика. А еще и вот этого, а также потенциального значения этого дела на последующие месяцы до 25-го года. Но вначале я хочу объяснить еще кое-что очень важное. Некоторые мне задают вопрос, Олесио, почему ты вышел с рынка этим летом? Ведь это значит, что теперь ты не в рынке, верно? Ребят, ну во-первых, я уверен, что вы знаете, если, к примеру, вы смотрели мои предыдущие видео, например, сентябрьские, я на самом деле говорил, что я вернулся в рынок. И сделал это в августе и сентябре. Через несколько минут я все объясню, но позвольте мне показать вот это. Это моя учетка с нереализованными прибыльными и убытками, то есть с открытыми позициями. Например, здесь, слева, вы видите, что на моем основном аккаунте у меня есть открытые позиции, то есть нереализованная прибыль по фондовым рынкам в 86 тысяч фунтов стерлингов, S&P. Но у меня есть и минус. Например, у меня отрицательная прибыль по облигациям. Минус 3400 фунтов. Но совместно у меня есть общая прибыль в 85900 фунтов, что примерно 110 тысяч долларов. А вот здесь справа у меня есть второй аккаунт, на котором есть чистая прибыль в 26678 фунтов, то есть примерно 34К. В итоге общая итоговая прибыль составляет примерно 144К. То есть, как я объяснял в сентябре, я не в рынке. Я снова вошел в рынок, когда рынок упал. Таким образом, прежде всего, вы, может, помните, что мое решение летом — снизить риски и забрать прибыль. В итоге большую часть прибыли я забрал здесь. То есть, пока рынки росли, я забрал большую часть прибыли здесь ранним летом. А когда рынки поехали еще больше, я еще больше реализовал прибыли. Здесь и вот здесь. Было ли это немного рановато? Да. Но это неважно, ведь в рынке я тогда видел большое количество рисков. Я объяснял эти риски, и, как вы видите, что произошло потом. А рынок упал вниз, показав нам одно из крупнейших падений за этот год, когда в Японии образовался крах фондового рынка. Просто люди забыли. Позвольте напомнить. Когда вот здесь рынки рухнули, большинство людей запаниковало и продало на низах. Прямо перед этим отскоком. Но, как я и объяснял, это падение стало возможностью для того, чтобы снова войти в рынок. И позвольте-ка показать, почему. Поэтому, взгляните, когда рынок упал, заметьте, во время этого падения, посмотрите, что было на RSI снизу. Посмотрите, краткосрочная настройка индикатора RSI стала перепроданной. Но что более важно, настройка 13, 13, потому что это число Фибоначчи, настройка с 13-ю также стала перепроданной, что стало сигналом потенциального отскока, того самого, которого я и ожидал, который и получился. И позвольте сказать, я не ожидал, что оскок будет такой мощный. И, кстати, именно из-за этого я, в общем-то, и передумал. Я снова на рынок посмотрел побычи. И вот почему я даже больше закупился и снова вошел в рынок вот на этом спаде. И он, кстати, образовался в начале сентября, после того, как RSI здесь стал перепроданным. Кстати, вы также можете помнить, я делал тогда видео, объясняя, что я захожу в рынок и начинаю на него смотреть побычи. Вот вам видосики. Видео от 7 сентября. Я решил воспользоваться этим падением на фондовом рынке, чтобы взять и добавить своих позиций. С учетом этого последнего падения, образовавшегося здесь. И похоже, что зеленый сценарий, зеленые и бычьи сценарии вероятность имеют большую. Опять же, основные данные так говорят, указывая на возможное продолжение аптренда. Так что лично я, используя вот это падение на фондовом рынке, вижу его как временное падение в более крупном аптренде, имеющем большую вероятность. На мой взгляд, такой сценарий выглядит более вероятным. И в конечном итоге волна от СЭФ в последующие несколько месяцев к 5800 и потенциально даже выше 5900. Эти два графика. Видео от 8 октября. Линия роста падения и индекс суммирования Маклэллана являются очень важными и опережающими индикаторами для фондовых рынков, которые говорят, что потенциально мы можем увидеть гораздо более высокие уровни для фондовых рынков, достигая на индексе СНП 5900 или даже 6000. Ребят, большое спасибо, что посмотрели. Возвращаясь к сентябрю, а также к октябрю, я на рынке смотрел побычи. И причина в том, что я оппозиционный трейдер. И будучи таковым, я ищу возможности, а также и риски. Поэтому если есть высокие риски потенциального падения, как и было летом, что ж, как трейдер, я могу выбрать снижение рисков. То есть, снижая его, закрывая позиции. И, конечно же, когда рынок падает и становится перепроданным, особенно в восходящем тренде, то есть, когда есть уверенный аптренд и перепроданность, как вот здесь, то это также потенциальные возможности. То есть, опять же, будучи трейдером, я могу открыть позиции в лонг. И то же самое вот здесь, когда RSI был перепродан. И даже совсем недавно, позвольте мне вам показать, самое последнее падение на фондовом рынке, которое случилось в начале ноября. Опять же, вы видите, что у нас есть условия перепроданности для индекса RSI. И вот вам еще один видосик, который я записал 3 ноября прямо перед выборами. На RSI у нас большая перепроданность, так что шансы, на мой взгляд, увеличиваются для уверенного отскока в будущие несколько недель. А для Синпейзис вижу временную коррекцию и, на мой взгляд, большая вероятность для образования еще одного ралли вверх в более высокие уровни. Да, в 6 тысяч. И даже гораздо выше. Не только 6 тысяч. Так что в последние несколько недель и месяцев до 6114. И потенциально даже выше, на мой взгляд, это большая вероятность. Ну, с возвращением, ребята, и спасибо, что посмотрели. Как вы сами только что увидели в своем видосе от 3 ноября, вот из него аж скриншот, вы видели сами, что я видел это падение как временное, как временную коррекцию, которая, кстати, являлась коррекцией ABC. То есть та самая, за которой должно последовать ралли до гораздо более высоких уровней, которые мы, кстати, с вами и достигли. Недавно. Уровень 6 тысяч. Я думаю, довольно вероятно, что вскоре мы достигнем уровень 6118. И даже потенциально выше, как нечего делать. И, кстати, ребят, если вам нравится этот контент, не забудьте поставить под ним лайк, подписаться на канал, потому что мы стараемся, мы молодцы, а вы смотрите и тоже молодцы. И перед тем, как я объясню этот график и его значение для фондового рынка, позвольте еще одну вещь вам объяснить. Хе, Олесио, а что насчет видоса, который ты сделал с Бобом Пректером? С невероятным медвежьим сценарием на последующие несколько лет? Ребят, короче, как я объяснял в том видосе, с тем самым Бобом. И, кстати, не забывайте, что Боб Пректер это парень, которого я очень уважаю. Я его считаю суперсверхфеноменальным аналитиком, единственное несогласие с которым у меня есть по прогнозам на этот год. Боб Пректер ожидает вершину рынка в этом году, в 24-м, а я с ним уважительно не согласен. Вот посмотрите сами, это скриншот не просто скриншот, а из моего видео, которым я хочу показать, что я говорил в том видео. Я говорил, что я по быче смотрю на долгую перспективу и жду гораздо более высокие уровни, больше 6 тысяч для S&P. А еще в том видео говорил, вот вам еще один скриншот, что я не ожидаю достижения вершины в этом году, может быть, последующие 1-2 года. Поэтому я вам хочу настоятельно показать, что вершину для фондовых рынков я ожидаю не в этом году, в 24-м, а на самом деле в 25-м или 26-м. И, кстати, через минутку я вам покажу еще один график, который объяснит вам еще больше. В общем, привет, за последние несколько месяцев я вам говорю снова и снова, что по фонде я бык. Я жду гораздо более высокие уровни, выше 6 тысяч. Но, позвольте вот что сказать. RSI говорит, что мы немного перекуплены. Посмотрите сами, с настройкой 13 RSI говорит, что мы немного перекуплены. Краткосрочная настройка говорит, что мы уже перекуплены. Так что, я думаю, откат может быть. Это прям вероятно в последующие пару недель и S&P может откатиться, даже если мы увидим продолжение ралли до 6100. Но, позвольте вам еще и этот график позвольте, и это очаровательно. За этот график спасибо Джейсону Геппорду и Сентимент Рейдера. И на нем он объясняет, а кстати, они получили эти данные в октябре. А иногда в октябре, когда S&P был 5700, они сказали, что S&P не падал подряд несколько дней в течение более чем месяца. Посмотрите, взгляните сюда. На этом графике представлены падения S&P последовательных в течение дней. Один, два, три, четыре. Это несколько последовательных падающих дней в кластере. Но посмотрите, что произошло потом. Более чем месяц у S&P не было ни одного случая падения подряд нескольких дней. К примеру, посмотрите на эти падения в течение дней. Красные, они не были последовательны. Они друг от друга отстранены. И сравните с этим, где есть целая серия. Последовательные дни. Красные, образующие кластер. Но вероятно, вы задаетесь вопрос, ну и чё? Что ж, ребят, по данным от Джейсона Геппорда, феноменального аналитика, когда мы с вами наблюдаем нечто подобное, как только рынки или, например, S&P переживают период, например, целый месяц без последовательных дней со спадом, как здесь, то для фанда это очень бычий сигнал. Он говорит, что на самом деле в течение последующих трех месяцев, посмотрите сюда, даже шести месяцев, за них S&P может вырасти примерно на 4,3%, с очень большой вероятностью удачных прогнозов. Но посмотрите сюда, 12 месяцев спустя после этого, 12 месяцев позже, процент становится гораздо выше. Например, среднее значение прибыли, среднее, спустя 12 месяцев, то есть год, 14,5%, ну, короче говоря, 15, с очень большой вероятностью успеха прогноза. Вероятность правильного прогноза 88%, то есть статистически, с очень большой вероятностью рынок пойдет выше на 10-15% в последующие 12 месяцев. Но что же это значит? А позвольте-ка достать калькулятор. Когда появилась эта информация, S&P был примерно 5700-5800. Но давайте возьмем консервативно, 5700. И теперь добавим 14,5% среднее значение прибыли. Ага. И что же получается? А плюс 826 для индекса S&P, то есть, значит, что S&P может вырасти примерно до 6500 в последующий год. Это долгосрочный прогноз, потенциальный прогноз. Ни в коем случае не железобетонный. Ребят, позвольте заметить, ни под каким соусом это не гарантия. Ни в коем случае не железно. Мы говорим только про вероятности. И высоко ценя ваш ум как высокообразованных людей, я знаю, что вы все понимаете. Но, к сожалению, есть некоторые тормоза, которые не втыкают. Мы здесь говорим про вероятности. И здесь никаких гарантий. Фонда не обязана пойти до 6500. Фонда может пойти немного выше, а может пойти ниже. Но то, что нам говорят эти данные, то, что есть потенциальная возможность с вероятностью 88%, что мы можем пойти где-то к 6500 за последующие 12 месяцев. То есть следующий год. И это все для Фонды очень побычье. Это дает нам пищу для ума. Так что даже с учетом того, что рынки хаотичные, непредсказуемые и неопределенные, при любых раскладах, используя статистику, эти данные нам говорят о высокой вероятности. То есть 88%, что за последующие несколько месяцев сновидет до 6500, где-то к ноябрю 25-го. Но давайте-ка еще скажу. Я очень сильно сохраняю бычьи позиции по Фонде, даже с вероятным откатом в последующие несколько недель. Вывод такой. Я всегда вижу рынки с точки зрения рисков и возможностей. Поэтому когда риски становятся высокими, вот тогда я выбираю риски снижать. Но когда появляется возможность, я ее не опускаю. Но все мы должны помнить вот что. Рынки могут сделать вообще все, что захотят. Так что даже несмотря на то, что данные очень бычьи, мы должны помнить, что рынки нелинейные. Поэтому тренд не обязан продолжаться вечно. И некоторые глупцы и невежды считают, что обязан. Так что если рынки находятся в растущем состоянии очень долгое время, как мы с вами видим, это вовсе не означает, что тренд продолжится таким образом вечно. На самом деле, как я уже говорил, я считаю, что этот растущий тренд в фондовом рынке вероятно завершится в последующий год-два. И если не в 25-м, то очень вероятно в 26-м. И опять же говоря о рынке, я готов ко всему. Поэтому, ребята, не забывайте смотреть наши видосы, смотреть переводы, а также ежедневные выпуски на канале CryptoCommons и наших лучших друзей BlaBlaCrypto. Дневаю, всем пока.